Мы открываем в этом году 23 школы к 1 сентября, по году порядка 30. Ну и здесь долгожданная школа. Очень, очень, очень. Школа действительно долгожданная. С просьбой о ее строительстве к губернатору жители микрорайона Финский обратились в 2021 году. И вот с сентября этого года на радость всем она откроет свои двери. Андрей Воробьев приехал лично проверить ход финальных работ, пообщался с учителями и родителями будущих учеников. Посещаем одну из важных школ, которую ждали, о которой мне говорили жители. Мы ее построили досрочно и порядка 900 человек придет в эту школу 1 сентября. Педагоги готовятся к новому учебному году, за что им огромное спасибо. Школа станет вторым корпусом школы номер 17. Дети в ней будут углубленно изучать математику, физику и информатику. В новом четырехэтажном здании разместятся начальная школа, рассчитанная на 300 учащихся, а также основная и старшая, на 525 каждая. Осталось сделать вентиляцию потолки, покрасить стены, установить ограждения, благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Все работы должны быть завершены в августе, чтобы 1 сентября дети смогли сесть за парты. Андрей Воробьев вместе с главой округа Андреем Булгаковым проинспектировал и другой важный объект инфраструктуры Щелково – очистные сооружения. Это самые крупные очистные в Подмосковье. Объект построен более полувека назад и нуждался в капитальной реконструкции. Сейчас эти работы находятся на финальной стадии. Готовность – 99%. Их запустят на полную мощность – 400 тысяч кубометров досрочно, уже в ноябре. Реконструкция стала наиболее масштабной в рамках национального проекта «Экология». Очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковью. Сюда инвестировано 18 миллиардов рублей, и они обслуживают порядка 800 тысяч человек. Важно, что оборудование, которое стоит здесь, оно полностью отечественное, часто подмосковное. Все очистные мы строим с потенциалом дальнейшего развития. Вы знаете, что города развиваются, и всегда необходимы дополнительные подключения для того, чтобы и рассерять аварийное, и ветхое жилье. Все это невозможно без инфраструктуры. А одна из главных ее частей – это в том числе очистные. Конечно, и газ, и электричество, и дороги – это все сопутствующие важные элементы развития территории, развития нашего любимого Подмосковья.